Как вы видели, когда заходили в церковь, там на столе находятся пособия по изучению уроков. Кто из вас заказывал, не заказывал, вы можете подойти и взять эти пособия по субботней школе. И у нас есть одно объявление, большая просьба к родителям, у которых малые дети. Мы очень рады, что вы и ваши дети у нас в церкви, мы радуемся, когда дети среди нас, они бегают, шумят, это все хорошо. Но у нас есть большая просьба к вам, к родителям, пожалуйста, в церкви, в церковном помещении, то ли здесь внизу, то ли там на балконе, пожалуйста, не давайте детям еду и напитки, потому что от разлитого сока, от еды быстро пачкается все. У нас для этого есть малый зал, если у вас есть желание покормить вашего ребенка, ребенок проголодался, он хочет какую-то печеньку, пожалуйста, вы можете выйти вниз, и у нас есть специальные помещения для того, где вы можете покормить своих детей. Это обращаемся не к маленьким детям, а к большим и взрослым папам и мамам. Ну и как вы уже видите, у нас сегодня особенная суббота, торжественная суббота. Мы сегодня вспоминаем страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа, у нас служение вечери Господней. Проповедовать будет паштор наш Роман Цыганюк. Молитесь, чтобы это служение прошло так, чтобы мы могли прикоснуться ко всему этому и могли еще раз укрепить нашу веру и надежду в то, что наш Спаситель скоро придет. Пускай Господь обильно всех вас благословит в этом служении. Ну а сейчас по нашей традиции каждую неделю мы объявляем о том, о ком молимся на протяжении всей недели. И на этой неделе наша церковь будет молиться за семью Хайлена Андрея, Бондарук Тани и Дениса. Вот они у нас есть на фотографии. И также будем молиться за Борух Юлию. На прошлой неделе у нас были именинники. Это Хабюк Сергей, Наталья Малевская, Богдан Салибинко, Ольга Михайловская, Надя Павлюк. Поздравляем всех именинников. Вы знаете, так неловко читать свое имя. Но все равно поздравляем всех именинников. Пускай Господь обильно вас благословит. Ну и личные просьбы. Особенная просьба молиться за старшие поколения нашей церкви. Также будем молиться за сестру Ольгу Казаренко. Ну и, как всегда, мы молимся за быстрое, скорейшее окончание войны в Украине. Поэтому сейчас я приглашаю вас, дорогие друзья. Давайте мы поднимемся и обратимся к Господу в одной общей молитве. Отец Небесный, мы, как дети Твои, сейчас стоим перед Тобой. Мы благодарны Тебе, Господи, за этот особенный день, день покоя. Мы благодарны, что над нашими головами мирное небо. Нет никаких препятствий приходить в Дом Твой, чтобы служить Тебе, чтобы слушать Слово Твое, Господи, чтобы принимать участие сегодня в вечере и принимать эти символы, Господи. Во всем это Твоя заслуга. Мы благодарим, Господи, за ту безмерную жертву, которую Ты совершил ради каждого из нас. Господи, Ты отдал свою жизнь, чтобы мы могли принять жизнь. Поэтому сегодня, стоя перед Тобой, наши сердца переполнены благодарностью. Прими нас, Господи, как своих детей. Укрепи эту надежду и веру в наших сердцах на Твое славное и скорое пришествие. И дай, чтобы мы могли свидетельствовать об этом всем тем, кто окружает нас. Особенно просим, Господи, за всех членов нашей Церкви, молодых и старших, особенно за старшие поколения, Господи, прикоснись к каждому. Укрепи. У каждого есть свои проблемы, болезни, просьбы и переживания. Господи, Ты можешь восполнить каждую нужду. И мы каждого члена нашей Церкви вверяем в Твои руки. Всех тех, кто просят, не оставь детей своих. Просим из-за именинников, благослови каждого и даруй, чтобы следующий год их жизни был еще более посвящен, Господи, для Тебя. Мы, Господи, вверяем такое же и все то, что происходит вокруг нас. Мы не перестаем Тебя просить о том, чтобы прекратилась эта война. Ты, Господи, управляешь всем миром. И Ты можешь влиять на сердца тех, кто отдает приказы. Поэтому, Господи, просим, пускай будет по воле Твоей и в этом. Благослови нашу Церковь на все служения, которые стоят перед нами сегодня. Дай, чтобы мы могли стать ближе к Тебе и ближе друг к другу через эти служения, чтобы мы были как одна семья, которая живет, проповедует и славит Тебя. Наша молитва, Отче Небесный, во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Приидите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Я успокою вас. Утомленному силу даю, сокрушенное сердце люблю, и стучу в Твою дверь всякий раз, Ты открой мне ее сейчас. Иисус, сотвори во мне обидеть, в Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом мире зла, хочу похожий быть на Тебя, Иисус. Иисус, Иисус. Я Господь сотворил глубины морей, небеса, как ковер, растелил, могущество мое неизмеримо оно. Я заборчусь о всем, что творю, и Тебя, мой Сын, я люблю. Не нарушу завет с Тобой, я Твой Бог и защитник Твой. Иисус, сотвори во мне обидеть, в Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом мире зла, хочу похожий быть на Тебя, Иисус. Иисус, сотвори во мне обидеть, в Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом мире зла, хочу похожий быть на Тебя, Иисус. Иисус, Иисус. Под ударами бича разрывалась плоть Христа, и шипы впевались в голову Его, и текла ручьем святая кровь. Не дороже цены, чем цена Его крови, Иисус, мой друг, скорее приди, в Нем лишь сила Твоя, в Нем победа Твоя. Иисус, сотвори во мне обидеть, в Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом мире зла, хочу похожий быть на Тебя, Иисус. Иисус, Иисус, сотвори во мне обидеть, в Тебе нуждаюсь я всегда, находясь в этом мире зла, хочу похожий быть на Тебя. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Иисус, Иисус. Я верю, что когда каждый из нас размышляет об этом, задает себе вопрос, Господи, а что я могу отдать Тебе? Что я готов принести Тебе? Чем я готов пожертвовать? Вы знаете, что у нас каждую субботу есть служение даров пожертвования десятин. И мы с вами на протяжении недели готовимся, что-то записываем, что-то ставим конверт. Но сегодня особенный день. И я также хочу прочитать особенный текст, который записан во 2 Коринфянам 9 глава 7 текст. Вы прекрасно его знаете. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Доброохотно дающего любит Бог. Когда мы размышляем о том, что отдал Господь, как реагирует наше сердце, наш разум? Поэтому я бы хотел, дорогие друзья, чтобы всегда, когда у нас возникает желание что-то пожертвовать для церкви, для наших ближних, которые нуждаются в церкви, для местного бюджета, который у нас немного в минусе еще, чтобы мы всегда думали о том, насколько выше и больше то, чем Бог для нас жертвует. И не забывали о том, что все, что мы имеем сегодня, начиная от нашего здоровья, силы, идти на работу, зарабатывать, или, возможно, это даже пособие, которое нам дает государство, но все равно без Бога этого бы не было. Он благословляет каждого из нас. Поэтому призываю сейчас каждого из вас, когда вы даете, посмотрите в свое сердце. И, готовясь на следующую субботу, размышляйте о том, что Бог делает для нас каждый день, каждый час. Давайте еще раз обратимся к Господу в молитве и поблагодарим Его за то, что мы с вами очень богатые люди. Господи, Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Спаситель, и этого уже достаточно в нашей жизни, потому что мы имеем гарантию, что Ты нас любишь и хочешь забрать нас к себе. И для жизни на этой земле, Господи, Ты нас обильно благословляешь. Спасибо Тебе, Господь, за это. Помоги, чтобы наше сердце было мягкое и доброе, чтобы мы могли видеть нужду ближнего, нужду церкви и всегда доброохотно жертвовать, приносить в дом это, чтобы всегда был хлеб, чтобы проповедь Евангелия всегда звучала с этого места. Мы доверяемся в это в Твои руки. Пускай Дух Твой Святой работает над нашим разумом и сердцем, чтобы мы были добрыми, отзывчивыми, любящими братьями и сестрами, людьми на этой земле. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Продолжая торжественное служение, воспоминания, страдания и смерти Иисуса Христа, мы мысленно представим то время и как бы представим ту среду, представим Христа, Его учеников, и читаем Евангелие и Атеана, 13 главу. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел Его час перейти от мира сего к Отцу, явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время вечери, когда дьявол уже вложил в сердце Иуды Симону Искариоту предать Его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и взял полотенце, припоясался. Потом лил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Подходит к Симону Петру, и тот говорит ему, «Господи, тебе ли умывать ноги мои?» Иисус сказал ему в ответ, «Что я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после». Петр говорит ему, «Не умоешь ног моих вовек». И Иисус отвечал ему, «Если не умою тебя, не имеешь счастья со мною». Симон Петр говорит ему, «Господи, не только ноги мои, но и руки мои, и голову». И Иисус говорит ему, «Омытому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все». Ибо знал он предателя своего, потому и сказал, «Не все вы чисты». Когда же омыл ноги им и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, «Знаете ли, что я сделал вам?» Вы называете меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Это как раз то время, когда жизнь и пример Иисуса должен стать нашим личным. Когда в нашей жизни мы проявим такое же смирение, почитая другого выше себя. Когда в нашей жизни мы последуем примеру Христа. Давайте мы помолимся и попросим, чтобы Господь приготовил наше сердце и мысли, чтобы мы служили в искренности друг другу. Отец наш Небесный, Господь наш и Бог наш, пред Тобой мы преклоняемся, пред Твоим величием, пред славой Твоей, пред Твоим великим смирением, которое Ты явил, находясь здесь на земле. Мы благодарим Тебя, Господь, за этот совершенный пример и просим, дай, Господи, чтобы в сердце наше, в мыслях наших мы следовали за Тобою, чтобы сегодня не просто на словах, не просто в какой-то идее красивой, а в жизни мы могли проявить смирение друг пред другом, чтобы мы чувствовали другого выше себя, чтобы, подобно как Ты, Господь, мы могли служить друг другу с любовью. Благослови нас в этом служении, дай, чтобы оно было радостью для нас, чтобы мы служили, как Ты служил, Господь, любя другого, любя Тебя, нашего Господа, чистого сердца, просим во имя Иисуса. Аминь. А теперь у каждого из нас есть возможность совершить это служение. Для этого церковью приготовлены малый зал для женщин и семейных пар, также и для мужчин отдельные залы, комнаты, Вы знаете, приготовленные дьяконы пойдут и будут готовы обслуживать Вас и служить Вам. Пусть Господь подарит Вам сердце и мир, чтобы Вы делали это от чистого сердца. Благодарим. Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует... 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 Аминь. Сейчас во время преломления хлеба мы будем петь псалом «Страдание. Час уже наступал». Петь будем первых два куплета. Страдание. 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 Я приглашаю всех, кто будет принимать участие в Вечере Господне и остаться стоя. Остальные можете присесть. Также, когда вы получите символы, если вам сложно стоять, не стесняйтесь. Вы можете тоже садиться. Когда все будут дослужены, мы вместе, обратившись к Богу в тихих моментах, в молитвах, будем принимать эти символы. Кто поверил тому, что услышал от нас? Кому явилась сила Господня? Руки Его мощь. Взошел Он перед Ним, как росток, как побег от корня из сухой земли. Неприметен Он был. Никакого величия в Нем. Того, на что мы обратили бы внимание. Ничего такого, что привлекло бы нас. Был презираем Он, отвержен людьми, страдалец, изведавший боль. Отворачивали лица люди, перевидя Его. Гнушались мы им, не ставя Его ни во что. Ведь Он понес на Себе все наши недуги. Нашу боль Он принял на Себя. А мы думали, что это Бог Его разит, что им Он унижен и уязвлен. Но за грехи наши был Он изранен. И сезуем был за пороки наши. Наказанием тем, что Он претерпел, нам был дарован мир. Ранами Его нам исцеление дано. Все мы разбрелись, как овцы. Каждый на свою свернул дорогу. А Господь на Него возложил зло всеми нами содеянных. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все обслужены. С личными тихими молитвами будем принимать эти символы. Продолжение следует... Продолжение следует... Дальше мы читаем. В ожидании Его пришествия. И сейчас я хочу вас вновь попросить обратиться к Богу в молитве для благословения этих символов крови Иисуса Христа. Боже и Отче наш, во имя Иисуса Христа, мы вновь склонились пред Тобой. Прими благодарность, Господь, за то, что сегодня мы можем находиться на этом месте. Принимая эти символы, мы вспоминаем, Господи, все то, что Ты совершил ради каждого из нас. И мы просим Твоего благословения. Благослови этот символ крови Твоей. И благослови каждого, кто возьмет, кто примет. Пускай надежда, Господи, никогда не покидает нас. Ты скоро придешь. И дай, чтобы мы всегда держались за эту надежду. Благослови, Господь, каждое сердце, чтобы мы сегодня осознавали, Ты наш Спаситель, Ты наш Бог. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь. Я приглашаю вас спеть вторые два куплета. Псалма «Страдание, час уже наступал». 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 Я вновь приглашаю тех, кто не принимает участие в вечере. Вы можете садиться, а все мы, получив эти символы, вместе также с тихой молитвой будем их принимать. В мучениях, исчезуемый, молчал он, как ягненок, ведомый на заклании. Как овца, что молчит, когда стригут ее, так и он не произнес ни слова. Судом неправедным он был осужден. Кто из народа его мог представить, что не станет его на земле, среди живых? Что за грехи народа моего казнен он будет? Похоронен он был, вместе с богатым. Могилу ему средь злодеев определили, хоть не творил насилия он, и не знали лжи уста его. Это было по воле Господней. Сразили его. Смерти предали мучительной, как жертву искупительную. Но увидит он потомство, продлятся дни его, и в нем исполнится воля Господня. Страдания он претерпел, но увидит свет и возрадуется. Знанием своим слугам и праведным многих оправдает, и грехи их на себе понесет. Посему дам ему долю среди великих. Сильными будет делить он добычу. За то, что отдал он себя на смерть. К злодеям был причислен. Понес на себе грехи многих. За преступников заступился. Добавил субтитры подогнал «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все обслужены? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Дорогие друзья, братья, сестры, я поздравляю вас С возобновлением завета с нашим Небесным Отцом Пусть Бог хранит вас и дальше в вашей жизни На всех ваших путях, чтобы его рука вела вас Сейчас мы в заключении споем еще один псалом Пожалуйста, во время пения псалма передайте ваши стаканчики на края, дьяконы пройдутся и соберут их Также хочу напомнить, что так как у нас сегодня особенная суббота при выходе, вы сможете принести ваше пожертвование в отдел Тавифы, в отдел помощи нуждающимся Я приглашаю вас спеть псалом «Да будет тебе» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok